Праздник праздником, но забота о погружающей среде отлагательств не терпит. Сегодня же в Доме правительства состоял заседание Бассейного совета Верхневорского бассейнового округа. Бассейновый округ является единственным органом управления в области использования и охраны водных объектов России. Они появились в России 8 лет назад. К каждому округу прикреплены реки, моря и подземные водные объекты. В рамках этих округов организованы бассейновые советы, в состав которых входят представители федеральных органов власти. Что сегодня обсуждали в Доме правительства, смотрите в нашем репортаже. Мы начали реализовывать долгожданный проект «Мечту цивилян». Это инженерное обустройство реки, которая протекает около Цивильска. Затапливали ежегодно наш исторический памятник монастырь и потапливали жилые дома. И тем самым историческая проблема, историческая мечта разрешается. Помимо затопления исторических памятников, представители 18 субъектов федерации обсудили ряд других, не менее важных вопросов. Были подведены итоги деятельности бассейнового совета за последние 5 лет. Заседатели рассмотрели вопросы эффективности управления водными ресурсами. Затронули проблему обеспечения бесхозяйных гидротехнических сооружений. Но самой обсуждаемой на заседании проблемой стало приближение паводка. Основного прогноза Росгидромета пока еще нет. Он будет где-то в середине марта разработан. Но на сегодня надо сказать, что снегозапасы по Верхней Волге небольшие. Это до нормы не хватает максимум 40%. Но не надо забывать о том, что с осени влажность, запас влаги в почве очень большой. Заполнены практически все естественные и искусственные водоемы. И при интенсивном развитии половодия это может сказаться. Несмотря на то, что проблема существует, ситуация не критична. Вся структура и служба готова к паводку, заверил руководитель Верхнеболжского бассейнового управления. Дарина Игнатьева, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика.